Яблочный пирог Для теста нужно 320 г муки, 120 мл холодного молока, 1 яйцо среднего размера, 60 г сахара, 10 г прессованных дрожжей или 3 г сухих быстродействующих, 2 ч.л. ванильного сахара, 1 треть ч.л. соли и 90 г холодного масла, порезанного кусочками. В муку перекладываю сливочное масло, перемешиваю с мукой и перетираю руками в мелкую однородную крошку. Тесто также можно замесить в планетарном миксере с насадкой-лопаткой или в комбайне. В холодном молоке растворяю дрожжи. Всыпаю сахар, ванильный сахар, соль и разбиваю яйцо. Хорошо перемешиваю, чтобы сахар и соль полностью растворились. Вливаю в мочную крошку и замешиваю тесто. Оно получится не липким или будет совсем немного прилипать к рукам. Стол присыпаю мукой, перекладываю тесто и вымешиваю его 2-3 минуты до гладкого мягкого комочка теста. Если тесто прилипает, можно немножко добавить муки. В итоге тесто мягкое, не липкое, приятное на ощупь. Кладу его в полиэтиленовый пакет или в контейнер с крышкой. Пакет завязываю, оставляю место для роста теста. Вырастить тесто совсем немного. И убираю в холодильник на ночь или минимум на 2-3 часа. Также можно замесить утром, чтобы испечь пирог вечером. Тесто можно ждать в холодильнике до 2-х суток. На следующий день делаю яблочную начинку. Для нее нужен 1 кг яблок с кислинкой. 3 столовые ложки сахара или по вкусу, зависит от сладости яблок. Половина или 1 чайная ложка корицы. 15 г кукурузного крахмала и 40 мл воды, чтобы развести крахмал. Половина столовой ложки сливочного масла. Лимон или 2 столовые ложки лимонного сока. Яблоки очищаю от кожуры и нарезаю мелкими кубиками. К яблокам добавляю лимонный сок. Если яблоки кислые, сока можно добавить меньше. Всыпаю сахар и корицу. Перемешиваю. В это время на сковороде растапливаю сливочное масло. Перекладываю яблоки. Помешиваю и тушу 10-15 минут. Яблоки должны стать мягкими, при этом сохранить свою форму. То есть не превратиться в пюре. Когда яблоки станут мягкими, увеличиваю температуру плиты и выпариваю сок. Воду вливаю в крахмал, размешиваю и выливаю к яблокам. Сразу же быстренько перемешиваю, потому что начинка сразу начнет густеть. Температуру плиты снижаю и нагреваю, помешивая еще 1-2 минуты. Яблочную начинку оставляю полностью остыть. Форма для пирога у меня круглая, нижний диаметр 26 см, верхний 28 см. Смазываю бортики сливочным маслом и еще немного дно. Дно застилаю пергаментной бумагой. Когда начинка полностью остынет, духовку включаю разогреваться до 180 градусов. Тесто достаю из холодильника. Оно немного выросло и стало пористым внутри. Делю его на две половины. Одну пока убираю в холодильник. Вторую немного разминаю, чтобы тесто стало более пластичным. И раскатываю в круглый пласт по размеру формы, чтобы получились еще небольшие бортики. Тесто очень удобное в работе. И старайтесь полностью сформировать пирог, пока тесто еще холодное. Оно абсолютно не липнет к рукам и с ним, в общем-то, удобно работать. Переношу форму. Выкладываю остывшую яблочную начинку и равномерно распределяю ее по всей форме. Теперь раскатываю вторую половину теста. На верхнем кистье нужно сделать надрезы для выхода пара. Я делаю лезвием. Можно сделать любой рисунок. Такое тесто хорошо для этого подходит. Или просто ножом сделать несколько надрезов. Переношу тесто на начинку. Лишнее можно убрать. С помощью обратной стороны вилки верхнее тесто прячу под низ пирога. Теперь взбиваю яйцо с половиной столовой ложки молока и смазываю пирог. Он не требует расстойки, поэтому сразу же переношу его в духовку. И при 180 градусах выпекаю 40-45 минут. Или до румяности. Смотрите по своей духовке. Готовый пирог оставляю остыть. Извлекаю его из формы и нарезаю на кусочки. Сочный, мягкий, много яблочной начинки, мало теста, ароматный и очень вкусный. Готовьте, не пожалеете. Друзья, на этом все. Как всегда, желаю вам удачной выпечки. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok